Испанская Эль Паис публикует ответ Вашингтона и НАТО Москве. На Западе готовы обсуждать контроль над ядерным оружием и ракетами средней и меньшей дальности, неразмещение наступательных систем на Украине и поставки томогавков в Румынию и Польшу. Про нерасширение НАТО и возвращение альянсов границы 1997 года ни слова, что Путин подытожил словами «кинули и обманули». По словам президента, присоединение Украины к НАТО будет угрожать Крыму. Нам что, воевать с блоком НАТО, хоть кто-нибудь что-нибудь об этом подумал?» Украина на этом фоне провела у границ Крыма учения с ракетными системами «Ураган». Британский премьер Джонсон встречается с Зеленским, Вашингтон запланировал переброску в Польшу еще 2,5 тысяч солдат, «Анкара и Киев завтра подпишут соглашение о свободной торговле», заявил глава турецкого Минторга. В немецком Бундестаге назвали невозможным запуск Северного потока-2 до тех пор, пока к украинской границе стянуты российские войска. «Газпром» тем временем снова начал качать газ через Украину и открыл трубу Ямал-Европа. Тем временем из украинского Бердянска нам пишут. Счета за отопление там достигли примерно половины средней зарплаты. Однако тех, кто поставил автономные обогреватели, тоже обложили платой в 600-700 гривен в месяц. Тем, кто отказывается платить, угрожают судом. Город обогревает частная ЗАО-теплосеть. Европа капитулирует перед ковидом. В Дании отменили все противовирусные меры, в Испании единственное условие – маски. В Англии отменили санитарные пропуска и масочный режим. Франция и Финляндия обещают уже в феврале снять большинство или все ограничения. В Институте Хопкинса заявили, локдауны 2020 года в Европе и США были не только бесполезными, но и вредными. В Америке от ковида каждый день умирает 2500 человек. А в России за сутки плюс 141 882 новых заболевших ковидом. В больницу попали около 17 тысяч, умерли 678. Страна вышла на первое место в мире по числу госпитализированных на миллион населения. Больше трети регионов перевели школьников на удаленку или отправили их на внеплановые каникулы. Губернатор Курганской области Шумков призвал наказывать тех, кому пандемия выгодна. Среди таких – зарубежные фармкомпании и биолаборатории. В России пандемия принесла Airfarm больше 25 миллиардов рублей, BioCard 8, Pfizer 6,5 миллиардов. А Soros заявил, Omicron может стоить третьего срока Си Цзиньпину. По словам миллиардера, китайские власти скрывают реальные масштабы пандемии. За сутки в Поднебесной, где действуют самые жесткие ограничения, выявлено 63 заболевших. Американские индейцы отсудили у фармкомпаний почти 600 миллионов долларов по опиоидному делу. Расследование тянется с 90-х, когда производители лекарств массово подсаживали население на якобы безопасные обезболивающие. По данным властей США, с 99-го года от передозировки опиатами умерло больше 840 тысяч американцев. Израиль установила партеид для палестинцев. Международная амнистия стала очередной правозащитной организацией, обвинившей Тель-Авив в преступлениях против человечности. В Газе, на западном берегу или в самом Израиле с палестинцами обращаются как с расовой неполноценной группой, недостойной равных гражданских прав. А в США грянул скандал вокруг актрисы Голдберг. Она извиняется перед произраильскими организациями за слова о том, что Холокостом можно называть не только трагедию одного народа. Госдолг США впервые превысил 30 триллионов долларов. Как пишет New York Times, отметка достигнута на несколько лет раньше, чем прогнозировалось, в том числе из-за пяти триллионов потраченных на ковидные выплаты населению и поддержку малого бизнеса. Потолок госдолга 31,4 триллиона, в прошлом году его поднимали дважды. У российских частных компаний долгов больше, чем собственности, выяснили аудиторы из финэкспертизы. Самые закредитованные предприятия в Чувашии и республиках Северного Кавказа. По отраслям хуже всего ситуация в гостиничном бизнесе и общепите. У них всего 6% собственных средств, остальные заемные. Немногим лучше строительная отрасль, там три четверти всех активов кредитные. Индивидуальные предприниматели заняли уже больше 700 миллиардов рублей. Это максимум с 2008-го. В Италии задержан гендиректор антипинского НПЗ Лисовиченко, которого искали два года. Его обвиняют в превышении полномочий на 35 миллионов рублей. Ранее был арестован хозяин завода Мазуров, который вместе с тем же Лисовиченко вывел с предприятия 450 миллионов. Единственный частный НПЗ был обанкрочен в 2019-м и теперь контролируется Сбером. Ротенберг, Тимченко и другие дорожные строители добились поблажек от властей. Вице-премьер Хуснулин утвердил план поддержки отрасли, который предполагает компенсации господрядчикам за рост цен на стройматериалы, а также премии за досрочное завершение работ. До 2030 года на прокладку крупных автомагистралей из казны планируют потратить 3,6 триллиона рублей. Граждане все активнее борются с судебными приставами. По данным службы, за прошлый год на них пожаловались больше 40 тысяч раз. При этом каждая пятая жалоба признана обоснованной, по меркам приставов это много, говорится в отчете. Причины роста числа жалоб и активизация самих приставов на фоне кризиса и в то же время рост грамотности населения, говорят опрошенные коммерсантом эксперты. Российские власти забеспокоились по поводу возможных протестов в виртуальной реальности. Коммерсант изучил доклад главного радиочастотного центра, структуры Роскомнадзора, в котором говорится об опасности метавселенных. Помимо риска получить онлайн-магазины с наркотиками, существует угроза новых форм агитации и протестов, вплоть до виртуальной политической деятельности, пишут авторы доклада. В Роскомнадзоре призвали не тянуть с регулированием метавселенных.